Старт принял Михаил Настенко. Россия. Очень опытный садник, выступавший на Олимпийских играх в Лондоне. Первый барьер преодолел очень грамотно, четко. Второй барьер то же самое. То есть лошадь буденовской породы. Очень прекрасный прыжок. Садник, очень, повторяю, грамотный, с большим опытом, мастер спорта международного класса. Данная система состояла из двух прыжков. Прыжок вниз из леса. Это стол, так называемый, шириной 2 метра, высотой 120 сантиметров. Это был банкет вниз и узкий проезд. Тоже преодолено все грамотно. Ну вот сейчас прыгается система, но всадник. Забегу немножко вперед. Будет исключен из соревнований за то, что не проехал створы. То есть очень поторопился выиграть и забыл. Вот он продолжает маршрут, но сейчас вскоре будет остановлено. Прыжки в воду. Все очень хорошо пройдены. Повторяю еще раз. И всадник очень грамотный, и опытная лошадь. Выступал на чемпионате Европы неоднократно. Прекрасные прыжки. Очень эластичная, гибкая, прыгучая лошадь. Вот Михаил подходит к очередному барьеру. Это тройная система в воду. Из воды, видите, три прыжка. Один прямой, другие по диагонали. Это проезд из двух узких барьеров. Шириной 1 метр, но высотой 120 сантиметров. У основания ширина составляет всего 50. Вот, как я повторяю, его остановили, потому что не пересек створы. Очень обидно. Саник хотел получить квалификацию на три международные длинные звезды, которые дают право на участие в следующем году в чемпионате мира. К старту готовится Виталий Сиваков, Россия, номер 3. Всадник представляет Смоленскую область. Лошадь по кличке Феропласт. Полукровные породы. Отлично все преодолевается. Всадник очень техничный, очень грамотный. Это его первый старт по трем звездам. Раньше он был чемпионом России только по двум звездам. Это его... То есть лошадь стала готова к тому, чтобы преодолевать такую сложную дистанцию по длине и по высоте. И вот Садник решил начать продолжить эту лошадь, готовить то же самое к чемпионату мира, который в следующем году состоится в Америке. Для этого нужно получить квалификации. Все прыжки очень грамотные. Очень все лошадь эластичная, повторяю. Банкет вниз. Шикарный прыжок. После него через 4 галопа узкая каменная стенка, так будем говорить, называется рыло, но в простонародье. Лошадь полукровная, повторяю. То есть прилита кровь. Это тракен, но помесь чистокровной английской лошадью. Поэтому, так сказать, движение по дистанции лошадь совершенно, видите какой широкий мах. С охотой все прыгается и продвигается вперед. Очень легко все прыгает. Это узкое препятствие, два системы, тоже два из двух узких барьеров. Банкет вверх, узкая и с доворотом угол, который ограничивает ширину барьера. Правый флажок с красной стороны, белый с левой, извините. Впереди у нас каменная стеночка и заход в воду. Всадник подбирает лошадь. Видите, как чуть даже проскальзывает из-за дождя. Но он справляется, и два узких барьера преодолены, будем говорить, без каких-либо проблем. Возвращение в воде, то же самое. Три барьера, два ровных, одно по диагонали, с доворотом. То же самое узкий. Снова два узких барьера. Очень прекрасно прыгает. Видите, какая легкая у всадника посадка. Немножко даже, так как всадник высокий, более глубокий, он плотно сидит у лошади. Это тройная система. Но всадник решил ее прыгать через альтернативу. Вот видите, это альтернативный прыжок. И после этого он прыгает только в последний барьер в системе, который бы он мог совершить все по ходу. Здесь он теряет 20 секунд. Лошадь очень хорошо двигается. Сивакова это вообще-то семейная пара. Через одного всадника поедет его супруга, Татьяна Сивакова. Все очень шикарно преодолевается. То есть ошибок каких-либо нет. Все уверенно. Ну вот сейчас видели на втором элементе. Немножко лошадь проскользнула. Но это не ошибка всадника. Это грунт такой. После дождя. Ну это финиш. Вот всадник благодарит своего четвероногого друга за то, что он не совершил ни одной ошибки, ни одного обноса. Старт принимает белорусский спортсмен Марина Иванова, выступающая на готике. На первом барьере, как вы видите, по неопытности совершается большая ошибка. Разогнавшись, всадник заставляет лошадь идти вперед, а сам в это время отстает конкурсом. В таких случаях может произойти очень серьезное падение. Это уже четвертый барьер. Двойная система из двух вертикалей. Вертикали это высотный барьер, но без всякой ширины. Банкет вниз, хорошо пройдено. И узкое препятствие тоже. Особых ошибок нет. Но в саднице еще закидка. Что получилось? Садница очень рано подсела в седло, и тем самым лошадь лишила инерции вперед. И поэтому лошадь, вот видите, вторая закидка, то же самое. Но это уже лошадь напугалась, как я сказал, и сейчас может последовать и третья закидка. Ну, всадник, видимо, молодой, неопытный еще. Вот то, о чем и говорилось. Это стол, очень широкий барьер, и раскрашен в такие цвета, то, что вот лошадь очень внимательно к этому отнеслась. Старт приняла Татьяна Сивакова. Как я уже говорил, это супруга, это семейная пара Сиваковых из Смоленска. Опытные всадники. У них, видите, даже и посадка, и лошади практически одинаковые, потому что они работают их вдвоем, то есть готовят, постоянно меняясь. У Татьяны лучше получаются выездки, у Виталика преодоление препятствий. Он к супруге в этом плане помогает. Видите, лошадь совершенно не задумывается, все четко, все четко, и даже, так сказать, каких-то найти огрехов, посадки, подведения лошади к барьеру, ну, сложно найти. Банкет вниз. Очень грамотно перевела в рысь, и, чтобы лошадь далеко не протолкнулась, просто спрыгнула под самый банкет вниз и спокойно продолжила движение. Вот, видите, чем отличается этот всадник от предыдущего. И лошадь, и сама посадка всадника, и манера подведения к барьеру. Лошадь не задумывалась практически ни на мгновение. Вот, тройная система. Тоже едет через альтернативу, видите, теряет время, поворачивает в обратную сторону, это затрачивается где-то 20-25 секунд, но зато исключена закидка, которая дает сразу 20 шарфных очков. Хороший пейс у лошади. Пейс это движение, манера движения, продвижения лошади по маршруту. Очень уверенно все, без каких-либо сомнений делает эта лошадь. Смотрите, как здорово, все под ногу, все. Но вот здесь была небольшая ошибочка, очень далековато попало. Вот, саднице пришлось отойти плечами назад, чтобы исключить падение, облегчить поднятие передних конечностей лошади. Ну, это достаточно простенькие такие вот барьеры, вот одиночные, это наставляет туда. Вот сейчас вода. Два узких барьера. Узкий, а это угол. Видите, какой узкий. Вот, но все очень достаточно уверенно и грамотно. Матрешки. Ничего страшного в этом барьере нет, но, оказывается, на некоторых лошадей производит очень такое впечатление именно психологического характера. Лошадь может напугаться этого дела. Опять-таки вода. Очень хорошо въезд. Издалека вот здесь была совершена ошибка. Лошадь поехала прямо вместо доворота. Но так, как это тройная система не А, Б, С, а два разных барьера, вот последний, всадник сделал вольт, что правилами разрешено, потеряв, естественно, несколько секунд, 5-10, но зато избежал рисков падения либо в закидке, которая штрафуется 20-ю штрафными очками. Все, всадник закончил соревнование. Очень довольна, потому что то же самое первый раз стартует три звезды. Старт принимает Елена Телепушкина, беларусь, участница двух олимпиад, участница многих чемпионатов Европы и мира, очень опытный и самый многоопытный белорусский всадник. Сейчас она выступает на молодой лошади, которая только готовится. В остальные все старты она принимала на своем верном друге Пассати, которому исполнился 20 лет и он в силу возраста очень многоопытный всадник, но, повторяю, лошадь первый раз принимает такой крупный старт по этой программе. Лошадь, рожденная, это Элга, рожденная в Белоруссии на коне-ферме, который владеет ее супруг. Очень хорошая пара, то есть свои лошади и всадник, повторяю, очень многоопытный. Видите, как все преодолевается четко, ровно, движение хорошее, посадка шикарная. Вот посмотрим, как сейчас будет преодолена тройная система через альтернативу либо в лоб, как говорится, все подряд. Нет, поехала, чтобы не рисковать. Видимо, тоже совершенно четко человек понимает, то, что лошадь малоопытная еще и поэтому решила не рисковать. Лучше не пугать лошадь, доехать до конца. Опыт придет со всеми последующими стартами. Поэтому, говорю, очень опытный всадник. Это немногим зарубежным спортсменам предоставляется возможность участвовать в двух олимпиадах. Очень хорошая легкая лошадь. На второй барьер хотела преодолевать сразу. Показал, что она атакует барьер, но лошадь, видимо, испугала стюков соломой и обнесла ее. Человеку пришлось совершить паре этой спортивной вольт, за что она получает 20 штрафных очков. Сейчас мы приближаемся к воде, к двум препятствиям узким. Видите, всадница подбирает лошадь, чтобы не ошибиться с расчетом, чтобы подойти в нужную точку. Откуда лошадь толкается? Очень здорово, очень здорово. То есть опыт сказывается и Елена его, естественно, демонстрирует. Сейчас у нас матрешки. Посмотрим, что здесь сделает эта молодая лошадь. Вот о чем я говорил, когда прыгал предыдущий садник. Эта матрешка посередине, сам барьер несложный, оказала вот это психологическое воздействие, то, что лошадь, видите, пугается и обвозит садника. Можно, так сказать, совершить еще одну попытку, но Елена приняла решение не пытаться и сходит с дистанцией. Старт принимает Роман Воронько, белорусский всадник на очень хорошей перспективной лошади Дервиши. Всадник выступал многоопытный, хотя и молодой. Выступал на многих чемпионатах Европы по юношам, по юниорам. В этом году закончил дистанцию чемпионата Европы взрослой в команде Белоруссии. Очень хорошая лошадь, очень легкий, многоопытный всадник, думающий, с хорошей посадкой. Видите, как все близко подходит, все грамотно делает, не срывает лошадь издалека. Вот, посмотрите, чуть было он не получил закидку. Что я хочу объяснить, что случилось. Подошел, перешел в рысь, чтобы спрыгнуть с банкета. Лошади не хватило инерции и она попыталась сделать несколько шагов назад. Если бы она сделала два шага назад, это была бы закидка. Но так как лошадь затопталась и пошла по фронту, это закидкой не считается. Вот тоже самое, все та же самая очень серьезная тройная система. Тоже не рискует садник и прыгает через альтернативу. За что будет иметь не штрафные очки, просто он к своему времени удлиняет свое время, дистанцию сам себе. Естественно, за время может получить в итоге какие-то штрафные баллы. Ну, это всадник, воспитанник белорусской школы Троеборья, живет в Минске, тренируется на базе Ратомка, то есть своя, так сказать, не то, что дистанция, свое поле, все ему знакомо, поэтому он не рискует нигде, знает, где и как, что надо сделать. Очень, вот видите, все четко, все под ногу, как я говорю, но вот что-то он А, сейчас я вам объясню, что было сделано, значит, лошадь потеряла инерцию и всадник имеет полное право, так как это не тройная система, повторяю, А, Б, Ц, а два разных барьера, имеет право сделать вольт, что не считается нарушением и 20 очков не приписывается. вода, два узких барьера, но это он преодолевает очень уверенно, грамотно, спокойно, то есть чувствуется, может быть, даже где-то на тренировках, а не репетировали эти барьеры, не эти, потому что их запрещено прыгать, данные барьеры у себя, так сказать, в прошлом году, как-то ж, то есть очень-очень уверенно проходит дистанцию, ну, как говорится, у себя дома человек находится, все он каждую кочку знает. Вот система тройная в обратную сторону вода, из воды в воду, тоже, видите, лошадь немножко глубоко провалилась, видимо, грунт уже разбит, и садник решил не рисковать, сделал вольт, что не считается нарушением, все вольты, совершенные на дистанции, это он сам себе удлиняет просто дистанцию кросса, но вот, судя по тому, как он двигается, немножко, я думаю, привезет за время, потому что лошадь не очень активно подается вперед, вот под спуск он к финишу прибавил, все хорошо, закончил дистанцию, видимо, доволен, потому что так спокойно все он делает, сейчас погладит лошадь, поблагодарит ее, старт приняла Евгения Высоцкая России, на лошади по кличке Эклердамур, лошадь галчетинской породы приобретена в Германии, уже имеет заграничный опыт выступления, то есть имеет уже некоторые квалификации, кобыла очень легкая, очень совкая, вот, но это ее первый старт трехзвездочный, поэтому, так сказать, видите, она очень аккуратно все делает, лошадь вперед не проводит, то есть еще не знает реакции лошади и держит все под контролем, панкет вниз, вот тоже переходит в рысь, видите, ну здесь очень грамотно, видимо, лошадь, готовящаяся в Германии, подготовлена к таким прыжкам, здесь немножко издалека, вы сами заметили, как всадница, дабы избежать падения, отдала повод и откинулась назад, чтобы облегчить перед и дать лошади спокойно перенести перед через этот широтный прыжок, вот та самая тройная система и опять альтернатива, видимо, не очень готовы еще все лошади для того, чтобы преодолевать все по прямой, три барьера, вот видите, раз и вот этот третий, а перед ним был второй, который двойная система, она как двойная система, ну, все очень высоко, легко, то есть, видимо, лошадь с хорошими прыжковыми данными и всадница, видите, все на длинном поводу, то есть, держит себя на балансе, пытаясь не помешать лошади, вот видите, а здесь, как другие делали два всадника вальты, лошадь идет активно вперед, смотрит на следующий барьер, то есть, предлагая себя к прыжку и всадник поэтому без всяких вальтов спокойно доверяет лошади и продвигается вперед. Видите, гладит походу, потому что очень довольна, как прыгает кобыла. Вода, два узких барьера, очень здорово, спокойно, лошадь, издалека можно было сделать, стынпить, как говорят профессионалы, но лошадь совкая, поэтому подалась и полетела издалека. Все очень хорошо, ошибок особых нету. Потом всадница сама очень легкая и кобыла, видите, такая скромненькая, легенькая. Вот здесь это была ошибка Евгения, но видите лошадь, имея инерцию, умудрилась, как говорится, козликом с четырех на четыре преодолеть этот барьер. Вот хочу заметить одно, если вы видели в начале дистанции всадник постоянно держал повод, то есть контролировал, но потом постепенно пришла уверенность в лошади, что привело к ошибке на втором барьере на воде. Вот заканчивая дистанцию Евгения, видите у лошади еще и сил, она прибавляет, очень доволен всадник лошадью. Старт принял Александр Фоминов, белорусский всадник на лошади Мартини. Очень высокий всадник, поэтому Мартини, видите, такой у него тоже не маленький, чтобы все было, как сказать, сбалансировано, чтобы всадник не мешал лошаде. Лошадь это выступала уже на чемпионате Европы в этом году под седлом Александра, закончила все соревнования европейские, то есть можно сказать, что подходит друг другу и, так сказать, дополняют. Видите, как все уверенно преодолевается, потому что, если эта лошадь прошла чемпионат Европы, будем говорить так, что это для нее гораздо легче. Вот посмотрим, что он сделает на тройной системе, как он поедет. Нет, видите, поехал ровно, все, но слишком уверенно, за что получил закидку. Решил не прыгать в альтернативу, а, как я вам говорил, все прыгнуть по прямой, тем самым сэкономив время. Но был за излишнюю самоуверенность, лошадь его где-то вот наказала, ну ничего страшного, все приходит с опытом. А так все очень здорово, уверенно, видите, им нет, вот перехвалил. Видите, наказана лошадь за то, что тоже в последний момент, когда ей надо толкаться, она отвернула, не всадник отвернул, подставила плечо и увезла его элементарно от барьера. Это 20 штрафных очков. Значит, есть у лошадь, вот тоже самое, тоже могла быть ошибка. Если бы флажок был сбит грудью лошади, надо было повторять снова барьер. Это еще 40 штрафных очков, значит, у лошади все-таки есть не совсем, они сработали со всадником, есть проблемы на узких барьерах. Посмотрим, что сейчас он сделает на воде. Нет, видите, все достаточно хорошо, грамотно. Матрешки преодолевает лошадь никуда не смотря, все четко. И даже Александр пытается немножко прибавить. Вода, первый барьер, А, Б по прямой и с доворотом следующий прыжок по диагонали. Очень прекрасно, без каких-либо сомнений делает лошадь и, естественно, всадник то же самое. Узкие барьеры, посередине там была канава, но недостаточно широкая, то есть все очень легко проходит, Александр. Все закончили, но не совсем доволен, хотя и оглаживает лошадь. Две закидки для такого всадника очень много. Старт принимает Альберт Халиков. В данной ситуации это три звезды, но длинная программа. То есть лошади преодолевают дистанции в 5800 метров. Скорость движения 570 метров в минуту. Время для прохождения 10 минут 11 секунд. Очень длительная дистанция, что требует от садника и от лошади выносливости прежде всего. Ну и, естественно, силы для того, чтобы преодолевать всю эту более длинную дистанцию, на которой больше барьеров. Ну вот, лошадь у него Арголис Токио. Это, значит, вестфальской породы лошадь, приобретенная, то есть воспитанная им с молодого возраста. Он еще позапрошлым году здесь принимал участие в двух звездах, но вот сейчас решил попробовать себя в трех длинах, чтобы поиметь квалификацию к чемпионату мира. Вот. То же самое, что делали все остальные садники. Прыгает через альтернативу. Значит, не совсем еще готов и не уверен в лошади. В данном случае эту систему у нас пока то... Вот здесь ошибка Альберта. Он чуть не перевернулся. Привел, как говорят, лошадь к прыжку в ненужную точку, за счет чего лошадь не успела выхватить передние ноги и задел ими за барьер. Но зад уже толкнул, и практически уже было вертикальное положение, что могло привести к очень серьезному падению. Ну вот, сейчас как-то реабилитировался конь, и, видимо, Альберт стал после такого рискованного прыжка более хладнокровным, не стал так особенно доверять лошади и рассчитывать дистанцию подхода более-менее лучшим образом. Ну, здесь проходит в воду достаточно уверенно. Без каких-либо... Вот, гладит даже лошадь за то, что она его выручила. Очень хороший прыжок на тройнике, то есть тройник это такая удлиненная пирамида из трех больших бревен может достигать трех-трех с половиной метров в ширину понизу. Ну, все очень уверенно. Видите, распустил повод, заставляет лошадь двигаться, более широким галопом гладит, благодарит ее, чтобы иметь как можно меньше очков штрафных за время. Здесь все очень хорошо, в тройной системе. И вот садник, видите, какая выносливая лошадь на финиш, как он прибавил. Но опытность тоже помогает, немножко перед барьером сократил, чтобы преодолеть его очень с хорошей технической стороны. Старк принимает Андрей Митин. Россия, воспитанник Москвы, но это лошадь гюрза, полукровные породы, очень нерезвая, очень отдатливая. У лошади вообще никаких сомнений никогда не возникает. Андрей, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро на этой лошади, закончил кросс, но по ошибке судьи из дальнейшего соревнования был исключен, за то, что ему, так сказать, ошибка судьи, якобы он не преодолел правильно один прыжок, сбил флажок. Видите, как все четко делает, на какой хорошей скорости. Лошадь постоянно в контакте перед всадником, то есть сомнений в ней у Андрея не возникает. Хорошо, немножко присмотрелась лошадка, но всадник, так сказать, приложил все усилия, дожал ее, и она спокойно совершила прыжок вниз. Вот посмотрим, что будет делать Андрей у нас в системе, в этой злополучной. Ну, судя по всему, будет прыгать все в лоб, все подряд. Видите, не совершая никаких ошибок, тем самым он сэкономил 25-20 секунд. Вот о чем говорит опыт. Все-таки участие в олимпиаде это очень громадный опыт, который вот он сейчас в данном случае просто демонстрирует всем. На очень хорошем галопе продвигается. Очень все уверенно, очень уверенно, отличная посадка, отличный контакт с лошадью. Все хорошо, не смотрит ни на матрешек, ни на что. Такое впечатление, что он уже настрелился только на победу. Ни малейших сомнений, ни у всадника, ни у лошади. Без всяких сокращений. Ну, я бы сказал, судя по тому, как прыгает, но это эталон. Эталон троеборного всадника, как нужно подготовить лошадь, чтобы так уверенно преодолевать все барьеры. Без всяких ошибок. Что он и демонстрирует. Пока мы не наблюдаем ни одного, даже малейшего намека на то, чтобы лошадь в чем-то засомневалась. Все под ногу. Шикарно. Вот садник подъехал к финишу и начинает финишировать. Тоже ускоряясь, значит лошадь настолько выносливая, что может очень четко. Видите, как прибавляет. Он по дистанции так не двигался, как прибавляет. Значит у лошади еще достаточно сил. К старту готовится Евгения Овчинникова. И она же приняла старт. Российская всадница. Выступает на лошади Орион. Полукровной породы. То есть полукровная. Английская чистокровная. И терская порода. Очень сильная. Большая лошадь. Как говорится с душой. Все делает практически уверенно. И где-то даже выручает всадницу. Это воспитанница троеборной школы города Орла. Ну всадница второй год только стартует по этой программе. Немножко не хватает ей опыта. Вот что. О чем я сказал. Очень разогнала на банкет вверх. Не успела довернуть вовремя. И лошадь совершила обнос. То есть 20 штрафных очков. И поехала после этого прыгать уже альтернативу. Чтобы не повторять. Но там тоже был момент. То что сбит флажок. Если лошадь не сбила его грудью. Все нормально. Если судья. Который там стоит. Пометил то что лошадь сбила его. Именно грудью. Они как-то получат 50 штрафных очков за это. Банкет вниз. Подъезжаем. Отлично. Уверенно. И. Ну вот здесь немножко потеряла баланс. На приземлении. Вы заметили как ее качнуло в сторону. Система. Прыгает первая. Нет. Отворачивает второго. Поехала прыгать альтернативу. Но спокойно. Уверенно. Очень сильная лошадь. Которая в свое время. Еще по молодости. Когда была чуть помоложе. Прыгала конкура. По метр сорок высотой. То есть высота. Ширина эта лошадь не смущает. Единственное то что порой. Видите. Вот там. Лошадь себя настолько предлагает. То что. Происходят такие банальные ошибки. Как вот. Совершила Евгения. Это на. Банкете вверх. Ну вот. Сохранились силы. И. Евгения у нас спокойно. Приближается к воде. Имея пока на маршруте. 20 штрафных очков. В воду очень уверенно. Довольно лошадью. Гладит ее. Но повторюсь. Уже имеет 20 штрафных очков. На дистанции кросса. Она. Лишается. Автоматом. Квалификации. Хотя бы. Ей тоже. Хотелось иметь. За этим. Она сюда. Вратом. И приехала. Чтобы. Поиметь. Квалификацию. В чемпионату мира. Хорошо. Лошадь прыгает. Видите. Насколько уверенно. Выручает ее. Потому что. Средний прыжок. Второй. Лошадь. Очень далеко. Протолкнулась. Женю. Болтанула. И она. Проехала дальше. Нужно было раньше. Поворачивать. Но. Лошадь. Все таки. Видите. Даже. Практически. С места. Я бы сказал. Каким-то. Акробатическим. способом преодолел этот барьер. Не имея штрафных очков. Вот. Вот. Очень громадная ошибка. Лошадь побежала. По узкому барьеру. Поставив передние ноги. Не сделав прыжка. То есть. Такое впечатление. Что. Видите. И эти прыжки. Так. Что у нас случилось. Идет. Домой. Значит. Евгения. Сошла с соревнований. Потому что. Лошадь попала в небольшую ямку. Вот. И. Осушила себе. Сухожилия. Захромав. Но. Потом. Восстановилась. Старт принял. Максим Вайкин. Многоопытный всадник. На своей прекрасной лошади. По очень такой веселой кличке. Веселый Роджер. Полукровные породы. Ну. Вот. Сейчас мы заметили. Что было сделано. Вот. Лошадь. Практически. Выручает всадника. Непонятно. Почему. У такого. Многоопытного всадника. Начало кросса. Так неудачно. Складывается. Лошадь. Практически. Не прыгает. А. Переваливается. Неизвестным способом. Ну. Видимо. Не совсем. Готов. Посмотрим. Дальше. Хотя. Движется. У лошади. Есть. Большой. Потенциал. Ну. Вот. Здесь. Уже более-менее. Но. Все равно. Перед. У лошади. Постоянно. Висит. И все. На грани. Того. Что. Она может зацепить. А. Повторюсь. В кроссе. Барьеры. Которые. Называют их. Мертвыми. Они не сваливаются. Не падают. Как жерди. Преодоление препятствий. Если лошадь зацепилась. Значит. Может произойти. Элементарное. Падение. Но. Они бывают. Достаточно. С плохим исходом. Ну. Вот. Уже. Вот. Прыжки. Похожие. На этого. Роджера. Видимо. Все-таки. То ли. Не доразмялся. Всадник. Не доразмял свою лошадь. Но. Сейчас. Мы видим. Уже. более-менее. Какие-то прыжки. Разумные. То есть. Без всякого риска. Вот. Тройную систему. Тоже не рискует. Едет. Через. Альтернативу. Потому что я так думаю, что всаднику первые пять прыжков доставили много неприятностей именно психологического плана. Вот. Здесь уже хорошо. Лошадь легкая. С хорошим прыжком. Но. Судя. Вот. По. Движению. Как лошадь движется. Галопом. Ну. Сейчас была не ошибка. Ни всадника. Ни лошади. Просто. Были дожди. Много всадников уже прыгали эти барьеры. На приземлении образовались небольшие просовы. Так что это. Никому не избежать. Хорошо. Ну. Вот. Продолжим. Вот. Мне не очень нравится движение лошади. Не совсем она продвигается вперед. Видите. Вот. Практически очень коротким галопом. Что чревато тем, что может не выполнить квалификацию из-за того, что будет сильно много просрочено времени. В данной ситуации, если можно просрочить время, которое разрешено, это 75 секунд. На шести километрах, практически на шести километрах это при таком движении, это очень рискованное движение. Потому что можно приехать в 90-80. И даже преодолев дистанцию кросса чисто, просто вот садник, что я и подтверждает сам, посматривает на часы, что сколько ему еще ехать, чтобы, так сказать, не остаться по итогу времени у разбитого корыта. Я так сказал. Прилагает все усилия. Видите, как работает шпорой, заставляя лошадь двигаться вперед. Ну, здесь достаточно уверенно, хорошо все. Ну вот, это у нас финиш. Да, прыгает Максим последний барьер и заканчивает доволен, судя по тому, что очень доволен, но время. Продолжение следует.